Произошло, как говорят, не парасична подия, знаете, не событие, которое происходит каждый день, а первый заграничный визит Путина. Он сегодня в Бишкеке. Правда, вы знаете, я, правда, послушала, о чем он говорит и как он это делает, и у меня очень большое сомнение, что это на самом деле Путин, а не какой-то его двойников, если придерживаться версии, что у него их несколько. Я о чем? Израиль, конечно, имеет право обеспечения своей безопасности и гарантий этой безопасности. Но нужно найти эти инструменты, найти этот выход из ситуации. И, на мой взгляд, он, конечно, в том числе может быть достигнут и в результате каких-то посреднических усилий. У нас тоже, уже неоднократно говорил об этом, в Израиле живет очень много наших соотечественников, бывших граждан Советского Союза и России. И этот фактор для нас реальный, конечно. Мы же не можем об этом забыть. Израиль и Украина. Две такие топ-темы на этой неделе и в пропагандистских шоу, и мы тоже находим очень много общего, и мы даже ловим какие-то флэшбэки, возвращаясь в февраль 22-го года. Но вот это вот «Найтете» меня очень сильно как-то ударило мне по уху. Знаете, вот это «Найтете», вот эти «Мы найдем Найтете», «Найтете», я как-то не замечала, что Путин не знает русского языка. Что это за «Найтете»? Ну, я думаю, что все-таки я не уверен в том, что это двойники. На самом деле Путин все-таки... Ну, слушайте, у него всякое бывает. Он ногами дрыгает, он, так сказать, постоянно там какие-то карандаши собирает на столе, ловит их, он, так сказать, чертиков рисует. То есть, ну, слушайте, человек уже сколько там, 23 года у власти. Вот, совсем уже, ну, он, кроме всего прочего, понимаете, он чувствует себя как дома. То есть, ведь это действительно, вы совершенно правильно сказали, это первый его зарубежный визит за то время, как он стал всемирно признанным уголовником. И он выбрал эту страну, Кыргызстан, потому что это, ну, самая, пожалуй, зависимая страна из бывших стран Советского Союза, Республик Советского Союза, которая, ну, действительно, в максимальной степени зависит от России. Кроме всего прочего, эта страна, ну, прямо скажем, не очень могучая, с не очень могучей армией. Там постоянно происходят какие-то перевороты. И вот, и поэтому я так думаю, что совокупный потенциал военной охраны Путина, который туда приехал, он, скорее всего, не уступает, значит, совокупному военному потенциалу силы обороны Кыргызии, поэтому Кыргызстана. Поэтому, видимо, все-таки он чувствует себя там в безопасности, и он очень расслаблен. И в последнее время он действительно вот в таком расслабленном состоянии несет всякую ахине. Мне, я не знаю, как вам, Екатерина Валерьевна, а мне очень понравилось его высказывание о том, что, значит, все конфликты надо решать исключительно мирным путем, путем переговоров. Вот. Ну, собственно говоря, мы видим, что в Украине он так и поступает. Ни в коем случае никаких силовых решений, военных решений конфликта он никогда не делает. Ну, вот я несколько раз переслушал эту его фразу, думаю, нет, это не показалось. Действительно, этот человек вот такое говорит. Ну, в общем, короче говоря, это очередная совокупность перлов, которые Путин подарил миру. И если все-таки брать в целом этот визит, то на самом деле понятно, что никакого СНГ давно нет. Никакого ОДКБ давно нет. Уже, значит, Армения уже подписала римский статут. То есть, вот в Ереван Путин уже приехать не сможет, это очевидно. Что касается других столиц вот этих вот государств, то я не уверен, что Путин сможет приехать в Астану, потому что, в общем, ну, на самом деле, позиция Казахстана тоже достаточно такая с явной дистанцированностью от России. То есть, на самом деле, остался-то кто? Беларусь? Вот, ну, Кыргызстан временно. Я думаю, что Кыргызстан тоже начнет отползать, отплывать от России. Ну, пока, ну, просто такое количество гастарбайтеров, такое количество, значит, трудовых мигрантов, которые из Кыргызстана и которые действительно посылают деньги своим родным и близким в свою крайне бедную республику, видимо, все-таки гарантируют временно, временно, подчеркиваю, временно гарантируют то, что Кыргызстан находится под влиянием России. А все остальные, все, уже практически, уже никого не осталось. Армения нет, Азербайджан нет, ну, про Украину не будем еще говорить, тут все понятно. Молдова нет, страны Балтии нет, ну, фактически все, остался Лукашенко. Но вот Кыргызстан временно, подчеркиваю, это я думаю, что мы скоро увидим, как и эта страна начнет, в общем-то, отказываться от какого-то взаимодействия с Путиным. Поэтому вот мы присутствовали при такой попытке оживить мертвую оболочку СНГ, мертвую оболочку ОДКБ, которая на самом деле уже ничего из себя живого не представляет. Это такая вот мертвичина. которую Путин пытается, в которой Путин пытается там выступать, устраивать себе декорации. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Продолжение следует...